Всем привет! Это FreeStudio19.com. Продолжаем тему модальных глаголов и упражнений по модальным глаголам. И это продолжение темы. Нужно перестроить предложение, используя модальный глагол can. И я так понимаю, только can. Никаких could, никаких модификаций здесь не будет. Ну что ж, попробуем, посмотрим, что получится. Is it possible that he's speaking about that particular day? Возможно ли, что он говорит именно об этом определенном дне? Значит, первое, мне нужно определить, какая часть предложения у меня будет заменяться на глагол can. Значит, у меня, скорее всего, меня настораживает вот это. Is it possible? Значит, это, по-видимому, у меня будет трансформироваться в can мое. Кроме того, у меня вылетит that, естественно. И я, наверное, вот это все переделаю в continuous infinitive. Ибо после модальных глаголов можно только infinitive ставить. Нельзя ставить время глагола. Значит, здесь у меня будет be. Я ставлю continuous infinitive. И дальше у меня все будет как было. Итак, первое. Can he be speaking about that particular day? Дальше ничего не меняется. Едем дальше. Следующее. It is impossible that these discomforts have spoiled your journey. Невозможно, чтобы эти неудобства испортили вашу поездку. Значит, на что я должна обратить внимание. Первое. It is impossible. Ясно, что если impossible, у меня отрицание. Да, у него явно не видно. Но отрицательная приставка им показывает мне на то, что это отрицание. Соответственно, у меня не будет can. У меня будет здесь cannot. И далее, естественно, that у меня вылетает. У меня главное выражение это this discomforts. Это мое подлежащее. И, значит, мне надо после него поставить cannot, по всей видимости. А далее у меня стоит present perfect. Во что он превратится? Правильно. Он превратится в перфектный инфинитив. И у меня будет такое предложение. This discomforts cannot have spoiled your journey. Вот таким вот образом. Cannot здесь показывает также на то, что я уверена, что это невозможно. То есть, иными словами, невозможно, чтобы это испортило. И поэтому здесь поставили слово impossible. Далее. I don't think that he is looking forward to traveling with you. I am sure that he intends to spend the vacation in the rest home. Итак, я не думаю, что он с нетерпением ожидает путешествовать с вами или поехать куда-то с вами. Я уверена, что он намеревается провести отпуск в доме отдыха, я так понимаю. Итак, у нас огромнючее предложение. Посмотрим, что мы имеем. I don't think меня наталкивает на размышления сразу вот это. Значит, это моя уверенность в том, что это невозможно. То есть, по сути, it is impossible. Можно это было бы заменить на it is impossible. Далее. Значит, that у меня опять вылетает. И у меня получается he, главный герой предложения. Значит, по идее, здесь дальше я должна поставить cannot, опять же, потому что здесь у меня отрицание. И я уверена в том, что это невозможно. Значит, cannot be looking forward и так далее. А дальше, ну, по идее, дальше все должно остаться так, как есть. Я бы заменила вот здесь еще I am sure that... Уж больно громоздко. Я бы поставила he is sure to intend that... Выкинула это не совсем в тему, но, тем не менее, очень уж просится. Больно длинное предложение получается. Итак, мое подлежащее he cannot... У меня отрицание с большой долей неуверенности. Cannot be looking forward to... To traveling with you... А дальше я ставлю запятую и, опять же, he... И дальше is sure to intend. По идее, здесь must можно было бы поставить. Но я не хочу ставить must, чтобы не сбивать никого с толку. Здесь по заданию надо ставить только can. Но я хочу немножко сократить предложение. Уж больно оно длинное. To intend, to spend... О, два инфинитива подряд тоже не очень красиво получилось. В принципе, можно he is sure to spend in ten. Выбросим. Vacation in the rest home. По большому счету, последнюю часть предложения можно было бы не изменять. Но мне уже очень хочется. Это уж такое мое свободное творчество. Едем дальше. Я очень сильно сомневаюсь, что они поехали за город в такой плохой день. Ну, в смысле, в такую плохую погоду. Итак, что я имею здесь? Значит, опять же, I doubted greatly. То есть, я очень сильно сомневаюсь. Значит, у меня стопроцентная гарантия, что здесь будет cannot. Когда у меня уверенность в том, что что-то не произойдет или не происходит, я ставлю cannot. А далее that, естественно, вылетает. They у меня будет подлежащим. И дальше have gone у меня сохранится, ибо это относится к прошедшему времени. Итак, they cannot have gone to the country on such a nasty day. Далее, следующее. I don't believe that this suit is so expensive. It looks quite cheap. Я не думаю, что этот костюм такой дорогой. Он выглядит вполне дешевым. Или довольно-таки дешевым. Значит, что у меня здесь опять? I don't believe. Значит, опять же, я уверена. Я уверена в том, что этого нет. Я уверена в том, что это невозможно. Поэтому здесь опять же будет cannot. И далее опять вылетает that. Как видите, схема одна и та же везде. И после that у меня сразу будет мое подлежащее. Это мой кандидат на подлежащее в моем предложении. They suit cannot be so expensive. Ну и, соответственно, сказуемое заменяется на инфинитив. Техника достаточно проста. А далее я поставлю, наверное, because. Вот здесь вот. Because it looks quite cheap. Вот так вот. Собственно, кто мне запретит? Едем дальше. Следующее. Я вообще не могу поверить, что у него хорошее чувство юмора сейчас. Он никогда не был известен обладанием таким чувством юмора в молодости. Во как. Очень красивое предложение, конечно. Итак, значит, I can't believe. Ясное дело, что это I can't believe заменится на cannot. Далее. Вот это it all можно вообще игнорировать. Это просто для усиления. Стоит не более того. Когда мы поставим cannot, это в it all отпадет потребность. Далее. That тоже вылетает. Далее у меня he. И, собственно, he, это у меня и есть мой сабжект, моё подлежащее, с которого я начну своё предложение. Итак, у меня he cannot possess a keen sense of humor now. Вот таким вот образом. И далее всё то же самое будет переговариваться, как и было. Далее я могу поставить спокойно здесь вот because. Почему бы и нет, как и в предыдущем предложении. Вполне это возможно. Because. He was never known to possess it in his yours. Значит, здесь у нас, в принципе, тоже можно было бы поставить вместо вот этого was never known. Можно было бы поставить could not. He could not possess it in his yours. Это можно было бы сделать, и это было бы нормально. Но проблема в том, что по заданию нам нельзя ставить could, нам нужно ставить только can. А ну-ка я сейчас ещё раз проверю. Using the verb can. Да, к сожалению, форм, слово can ставить нельзя. Но я рискну, я поставлю, ибо переписывать просто неинтересно. He could not или couldn't possess it in his yours. Почему бы и нет? В принципе, так можно говорить. Это было бы правильно. Но если не хотите, можете оставить предложение как есть. Это тоже будет нормально. Далее, седьмое. Я уверена, что он не сделал всё по стандарту. Вот почему машина не будет работать. Итак, у меня очень интересное, конечно, предложение. На первый взгляд, ты не сообразишь, с чего же здесь начать. Итак, вот это вот I am quite convinced. Меня должно насторожить. Я уже привыкла, что у меня обычно can заменяет то, что стоит в начале. Вот это первое предложение. Здесь то же самое. Далее у меня Z, которая, естественно, вылетит. Дальше у меня очень интересная ситуация. По идее, у меня предложение отрицательное. И, скорее всего, смысл его будет такой, что он... Невозможно, чтобы он сделал всё по стандарту. Вот почему машина не работает. Или вот почему машина не будет работать. Вот в таком смысле. Мы привыкли, что у нас отрицание, как правило, в первой части. Такое было в пятом предложении. Такое было в шестом предложении. Такое было и раньше. И на первый взгляд, это предложение седьмое немножко странное. Отрицания как бы нет. Но здесь отрицание вот где. Оно спряталось у меня дальше. И когда я буду ставить can, я должна буду убрать not и поставить его рядом с can. А инфинитив у меня останется перфектным, как и был. И у меня будет такого рода предложение. Значит, седьмое. He cannot. Вот таким вот образом. Поэтому, друзья мои, не ведитесь на удочку. Если в первой части предложения даже и не было отрицаний, ищите его дальше. Вполне возможно, что оно стоит дальше. He cannot have made... Здесь у нас инфинитив. Everything. Up to the same standard. И далее мне очень хочется заменить вот это that is why на слово so. Получится так. Он не сделал всего по инструкции или по стандарту, и поэтому машина не будет работать. Вот таким вот образом. В принципе, можно оставить that is why. Но я не хочу that is why. Оно очень длинное. Вы можете его оставить, но я хочу его заменить на слово so. Оно просто укорачивает немного мое предложение. So the machine will not work. Вы вольны этого не делать. Это была первая часть упражнения. Оно достаточно большое, поэтому я решила, что я разделю его на две части. Ссылку на продолжение обязательно поставлю в описании этого видео. Равно как и ссылка на книгу, из которой взято упражнение, также будет стоять в описании этого видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.